И снова всем welcome, это снова я, ДНЖП. Сегодня у нас замечательная погода. Ну и как раз сегодня речь пойдет про погоду в Японии. Ну а пока наливайте чаек, берите вкусняшки, ну а мы начинаем. Вообще, как вы видите, уже осень идет полным ходом. Все пожелтело, но трава все еще зеленая. Сейчас у нас октябрь месяц, и я немного расскажу про то, как меняется климат в Японии. Вообще, что здесь является хорошим сезоном, что является так себе. На данный момент у нас температура где-то градусов 20, но дует холодный ветер. И обычно это всегда происходит где-то в октябре, во второй половине, в том числе в ноябре. Где-то в ноябре будет уже около 15 градусов, и будет уже очень холодный ветер. Возможно, даже ближе к 10 градусам тепла, да. То есть не минус 15, а плюс 15, да. Но при этом из-за того, что вот эти циклоны вообще с севера идут, очень холодные циклоны, они очень сильно влияют на погоду, на все. И на то, как люди одеваются. Как вы видите, я одет немного потеплее, чем обычные люди здесь находящиеся, просто потому что я сюда на байке приехал. Но вообще, если вы хотите, чтобы чувствовать себя комфортно, то ориентируйтесь так, что если вы приезжаете осенью, то до начала октября, где-то в сентябрь, это еще такое бабье лето. Что это значит? В Японии бабье лето это где-то 25-28 градусов тепла, очень теплая погода, как Россия и лето, то же самое. Можно спокойно ходить в футболке, в шортах, в штанах, и это будет нормально. Вы будете чувствовать себя комфортно. Но, как только наступает октябрь, вторая половина октября, погода прям резко меняется и становится очень прохладно. То есть ветер с севера приходит, начинает задувать, и весь теплый воздух весь задувает. Получается, что солнце даже не прогревает достаточно воздух или какие-либо объекты, чтобы от них уже шло необходимое тепло. Поэтому лучший месяц, чтобы приехать в Японию, я считаю, это сентябрь. Либо это апрель, марк, май, возможно. Но первая половина мая, потому что во второй половине мая обычно бывает этот самый сезон дождей начинается. И в июне, где-то до середины июня или до конца июня бывает иногда продлевается этот сезон дождей. Он от двух недель до месяца длится. Поэтому я вам не советую приезжать в это время. Будет очень пасмурно, мокро и некомфортно будет просто ходить по улицам. Да. Почему зимой не стоит приезжать? Ну просто зимой здесь все как-то уныло выглядит. Деревья без листьев. Все это как бы такого зимнего формата. Зимы как таковой здесь нету, но то есть снега нету. Можно спокойно ездить на мотоцикле, на велосипеде, ходить пешком. Но холодный ветер где-то 10-5 градусов. Бывает 10-15 градусов днем. Ночью до нуля опускается. Поэтому зимой как бы, ну сами смотрите, летом опять же тоже не рекомендуется приезжать. Особенно июль-август это летний сезон. Летний сезон в Японии это просто кошмар. Это сауна, это высокая влажность. Будет очень жарко даже в тени. Поэтому не стоит приезжать в эти месяцы. Вы просто будете страдать от жары, от постоянного перегрева. Ходить из одного магазина в другой, чтобы хоть как-то охладить себя под кондиционерами. Поэтому это вообще не вариант. Я бы сказал, что сами японцы ненавидят просто лето. Они его считают просто самым худшим сезоном в Японии. И многие просто уезжают куда-то на север или в путешествие. Или еще куда-то более приятный климат. Поэтому если вы хотите приехать в Японию, то самые идеальные месяцы, когда можно сюда приехать. Это март, апрель, май возможно чуть-чуть там. И сентябрь, ну и до середины октября, возможно даже октябрь. Да. Но если вы не особо, скажем так, хотите тут покупаться или куда-то сходить в теплую погоду, отдохнуть. То в принципе любой месяц подойдет. Ну кроме летних конечно. Летом в жару скрыться негде. Вот сами понимаете. То есть это не то, что вы можете куда-то сходить в этот, в какой-то там например автобус. Да, зашли в автобус под кондиционер. Потом вышли на улицу, потом зашли в магазин. Ну и как бы люди быстро заболевают от этого. В этом плане вот именно летний период очень опасен. В том плане, что можно заболеть быстро очень. Из-за того, что постоянно меняется температура тела. То она охлаждается, то нагревается, то еще что-то. Ну в общем это не очень хорошо. И так же, если вы аллергик, если вы аллергик, то я бы вам не советовал приезжать где-то февраль-март. Ну и до середины где-то апреля. Потому что там в основном все эти вот деревья. Тут в Японии очень много деревьев, которые содержат пыльцу в Корее или же в почках. И оно все это разлетается в эти месяцы. И все японцы страдают от аллергии. Это считается сезон, как он, кофунг. И этот сезон очень люди не любят. Потому что они все аллергики. Практически 90% японцев это аллергики. Так же, как и у них, так же проблемы с глазами у всех. Практически 99% и с зубами. Это вот такая генетическая особенность. Такое вот небольшое видео. Если вы хотите еще узнать насчет тайфунов, то тут как бы нет такого, что сезонности. Тайфуны бывают и зимой, и летом, и весной, и осенью. В разное время приходят до 15-20 тайфунов в год. Там они под номерами все идут. Поэтому сами смотрите. Просто уже по температуре, по комфортной. Опять же, я вам рассказал про температуру в Токио. Ну и в ближайших городах. Соответственно, на Хоккайдо там температура более прохладная. Она приближена к российской. И будет около, ну как бы там уже летом 20-30 градусов. В Японии, в Токио конкретно летом, до 40 доходит градусов. И влажность под 80%. Поэтому это, можно сказать, сауна бесплатная. Что в тени, что на солнце будет одинаковой температуры. Очень много людей с тепловыми ударами в это время. Поэтому будьте аккуратны. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой новый телеграм-канал, дзен-канал и ВК-видео. Где я тоже публикую все изменения и новые видео. Также им я завел страничку на Рутюбе. Поэтому если в случае блокировки Ютуба, вы можете обратиться по этим ссылкам и тоже присоединиться ко мне на Рутюбе. Ну все. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok